Привет дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Silent Hill Down Pur. Мы находимся в библиотеке и надо сказать, что я не играл в неё пару дней, вот сейчас загрузился, мы похоже, нас маленько с последнего сейва откинул назад, что ли. То есть мы вот это место уже вроде как проходили. Ну да ладно, это место не так далеко от того места, где мы остановились, короче говоря, давайте разбираться. Где-то здесь мы по-моему подберём ультрафиолетовый фонарик, я вообще не помню, сколько уже, дня 4 не играл. Вот, такие дела. Могу сказать, что в предыдущей серии играми... Какой-то противно смеяться. В предыдущей серии игра меня довольно сильно порадовала, именно тем, что она страшная стала, наконец-то таки. Хотя я совершенно не ожидаю от этой игры каких-то особо пугающих моментов, но вот в этом моменте она довольно-таки, надо сказать, тревожная. Так, вот этот самый фонарик, который... у него более рассеянный свет, у этого более сфокусированный. Но в целом, неплохая тоже такая штучка. Давайте пробираться дальше. Главное сейчас вспомнить опять управление. Мне, кстати говоря, сказали, что апартаменты, помните, я проходил где? Там, где вор был повешенный, там можно было у него под кроватью что-то найти, и в итоге... Там был неплохой сайд-квест. Ну, то есть мы туда вернёмся, это же всё-таки открытый мир. Добрый. Блин, что ты творишь? Ещё меня спрашивали, почему я делаю... Да тихо. Так, всё, оставляем её, пусть она лежит. Спрашивали, почему я не прибавлю звук, мол, музыки вообще не слышно на заднем плане. Но дело в том, что... Блин, закрытый дверь. Что музыки на заднем плане нет, тут абсолютная тишина. Так что это не ко мне претензия, а к разработчикам. На мой взгляд, тут такая звенящая тишина, это вполне неплохо. Так, что мы тут... Что мы тут делаем? Мы тут ищем диджея где-то. Это сейчас, по-моему, упадёт. Да-да-да. Ищем диджея местного радио, который где-то тут наверху этого здания... Да хватит смеяться. Наверху этого здания где-то находится. И надо сказать, что за нами кто-то наблюдает. Вон там ничего хорошего явно нет. Так, где-то здесь, кстати говоря... Да, вот она. Я не знаю, это нам поможет и нет, или нет, потому что последний раз, когда мы её посмотрели, она у нас не сохранилась. Вот эти цифры, конечно, как-нибудь зарисовать бы куда-нибудь. Эх, блин. Ну да ладно. То есть мы в дневниках не можем... Да где ты бегаешь? Не можем эту надпись найти. Давайте, кстати говоря, я прибавлю чуть-чуть громкость игры. Возможно, так вам будет лучше слышно игру. Ну, по-моему, и так её неплохо слышно было. Единственное, но теперь, возможно, меня будет перекрикивать, собственно, сама игра. Не знаю, короче говоря. Посмотрим эту серию, попробуем так. С чуть повышенной громкостью. Но что-то тут творится явно не особо хорошее. Так, это тот самый манекен. Секс-игрушка. Да, у кого-то особенные вкусы в развлечениях. Ещё прошу прощения за не всегда точный перевод. Потому что синхронный перевод это довольно-таки сложные вещи и обучаются годами. Я же так с бухты барахта начал переводить то, что они говорят. Поэтому временами у меня просто нет времени нормально сформулировать то, что я перевёл. Поэтому временами получается абракадабра. Но для вас стараюсь. Такие дела. Я бы мог, конечно, если бы... То есть я услышал фразу. Мне дали хотя бы секунды две-три на обдумывание её. Я мог бы сформулировать это более красиво. Но когда приходится читать то, что говорят... Я тебя в прошлый раз не видел. Я краем глаза вот так что-то заметил там пробежала. Блин, это не особо хорошо. Но, по крайней мере, я помню, что тут нет никого. То есть она спрыгнула. Или оно. Ладно, надо быстрее выбираться из этого дерьмового места. Короче говоря, те апартаменты, которые там... Там нужно будет туда вернуться. И, пожалуй, я предпочёл бы, чтобы эту дверь... Закрыл у нас... Аликс... Ой, блин, Аликс, опять говорю. Мерфи Пендлтон. Тихо. Так, вот тут мы остановились. Дальше мы пока не проходили. Меня, честно говоря, беспокоят вот эти вот царапины на двери. Это какие когтищи нужно иметь, чтобы так процарапать такую толстую сталь. Так, ладно. В апартаменты, короче говоря, мы ещё вернёмся. Блин. Да твою мать, ну... Вот когда камера переходит в такой режим, очень неудобно становится. Тут какие-то завалы. Блин. Ещё бы двери сами с собой не закрывались. Это, по-моему, не круто. Сказали, что можно... Смотреть здоровье с помощью статистики. Ну, у нас 92 процента, как пишут люди. Ой, люди, блин. Чё я несу вообще сегодня? Сегодня воскресенье. В воскресенье записывайте серии. Я сегодня весь день развлекался. И вечерком решил записать пару-тройку серий. Пока есть свободное время. Всё равно делать особо сегодня нечего. Так, хорошо. Это у нас ведёт, видимо, туда, куда нам нужно идти, чтобы прогрессировать дальше в игре. Давайте посмотрим. Так, как тут бегать? Тут он бегать вообще не хочет. Может, он может... Эту картину он тоже не может потрогать. Может, эту книгу? Да нет. Давайте сходим. Там ещё одна дверь была. Давай, открывай дверь. Блин, а вот с этой камерой просто управление сходит с ума. Он не хочет открывать дверь. Так, нам довольно далеко наверх надо. Радиостанция у нас на... Какой-то у нас этаж там... 18-й. Ну, далековато, да. Так, 207-я. Ой, блин, лучше было бы туда и пойти, всё-таки, я думаю. Бляха, мух. Твою мать. Видели там наверху? Ещё бы дверь. Так, у нас какой-то мужчина. Мэр. Вон, мэр, написан наверху. Который в американской манере, как свинья, закинул ноги на стол. Осталось только насрать на стол, как говорится. Так. 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 По рации, возможно, нам сейчас скажут что-то хорошее. Диджей Рикс. Прекрасный день с Диджей Риксом. Просто мелодию новую поставил. Ну ладно, под музыку не так страшно, я думаю. Хотя, кого я, блин, обманываю. Что-то меня беспокоит, вот это вот то, что бегает. Меня хихикает противно. Это, по-моему, не круто. Совсем не круто. Блин, давайте обычный фонарик. Так, туда нам нужно, давайте сходим сюда. Ой, блин. Хорошо. Тихо. Хорошо. Здесь у нас, похоже, какое-то собрание пленок. Ну, архив он и есть, архив, короче говоря. Записи, пленки. Все, что нужно. История данного места. Так, здесь у нас бывает и пакостя, но теперь тут никого нету. Видимо, мы сюда ходили только за аптечкой. Видимо, так. Подождите. Давайте-ка посмотрим с ультрафиолетом. Там, возможно, что-то есть в записях. Ага. Так. Мистер... Хороший сосед. Иллюстрировано Томасом Стефаницем. Психопатия. Короче, дезориентация, кроме того, соседствует с психопатией, социопатией. Подожди. Мне нужно вот это посмотреть. Интересно, это для меня важно вообще, нет, как-нибудь? То есть... Даст ли мне это какую-то подсказку к тому... ...сейфу? Сдается мне, что вот эти вот повернутые там штуки, это как-то... Мне нужно именно так поворачивать. Не знаю, возможно, этой головоломке мы сейчас и застрянем, потому что пока что-нибудь все у него очень неочевидно. Но пока что нам есть куда идти, так что давайте сходим. А с сейфом мы будем разбираться попозже. Так, больше тут я так... Ой, твою мать! Ой, твою мать! 200... Я кругом слышу неприятное хихиканье. Это не очень хорошо, на мой взгляд. Что мне все эти цифры должны дать? Это же вообще никакой связи не имеет вот с этим. Я, по крайней мере, не вижу пока. Ладно, с этим попозже, видимо, разберемся. Пока что двигаем дальше. Как и в предыдущей серии, эта серия меня что-то, блин, беспокоит. Надо отметить. Что-то очень неприятное следит за мной. Из теней. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас, очень, кстати, напоминает все это. Бэтмен Аркем Сити. Так, подожди. Что за экзелин? Как ты теряешь кого-то, кого-то любил. На книжке я могу что-нибудь делать, нет? Или это все мне сюда ведет? Так, это у нас что? Лифт? Лифт, ясное дело, не работает. За дверью нехорошие звуки. Значит, мы пойдем туда. Кодовый замок. Отлично. Тут вообще двоек нет. Ой, то есть, ноликов. Ой, что-то очень много всего нехорошего. Очень много. Я думаю, эта хрень сейчас вылезет, потому что именно такие творят меня. И убегали, прятались в тенях. Манекены. Так, ладно, стул подбирать не будем. Аж две. Что это такое на полу? Твою мать. Ой. Так вы невидимые. Вашу мать. Блин, да почему ты на нее наводишься? Может, мне тебя сломать надо? Да. Да не ее бей. Вот эту бей. Сколько их тут было? Трое, что ли? Три трупа лежат. Я думал, я с одной дерусь все время. Фу. Вот это неприятный противник. Как хорошо, что у меня есть ультрафиолетовая лампа. Ну, то есть, я понимаю, что я ее по-любому бы взял. Иду пока что наугад, куда глаза глядят. Так, опять камера сходит с ума. Тут опять бардак страшнейший. Это, я так понимаю, нет, это явно не кабинет мэра, потому что больно уж какой-то он проходной такой. Скорее, какая-то секретарша комната. Опасная красота. Я бы этой красотой вообще не назвал. Честное слово. Так, есть дорога сюда. Что-то, блин, слишком много мест, куда можно пойти. Это вообще, по-моему, заколоченная какая-то дверь. Да. Меня спросите вы, почему я... Так, давай открывай. Почему я не блокирую удары, предпочитаю ловить их? Потому что, когда я блокирую удары, очень сильно ломается оружие. А другого я пока что-то не вижу. Так, сюда нужна карта. Ой, блин, да не бросайте. Мне бы что-то типа монтировки, я бы чувствовал себя спокойнее, конечно. Так, это у нас... Сокровищница, что ли? Трижер. Трижер. Сокровища. Так, тихо. Это что-то странное. Демон Самаэль. Вот, пакость какая. У нас окно поросло прям внутрь. Заброшенное место. Так, давайте-ка я окошко закрою. А то с улицы всякие нехорошие звуки доносится. Типа проезжающих машин. Время к 11. Народ бесится. Странно это все, по-моему. Так, ну я думаю, сейчас будет еще одна драка. Больно уж, место какое-то обширное. Так, ну туда мы сейчас пойдем. Блин, как мне не нравится это место. Сначала мы... Так, тихо. Там кто-то лежит. Сити менеджер. Блин, камера, ну почему ты скоешь ума в самых таких местах, где мне хотелось бы тобой управлять по полной программе. Так, карточку взяли. Хорошо. Хорошо, карточка директора. И наконец-то взяли огнестрелы. У нас уже по ходу игры было полно мест, где мы могли его взять. Так, я могу пистолет убрать пока. Вот так вот. И взять вот это. Потому что пистолет, как-то, блин, жалко на этих. Блин, печалит меня местное управление. Sequested does not equal. Safe. То есть не означает, что это безопасность. Sequested, я, честно говоря, не могу перевести. Не знаю, как переводится. Так, ну давайте выходите отсюда. Что-то, короче говоря, не означает, что это безопасность. Сейчас, я думаю, мы назад пойдем. Там у нас было место, где карточка просилась. Прямо-таки просилась. Вот это наверняка кабинет мэра. Делал спидстоп. Мы там были. На изначале игры локации. И больше ничего, да? Ох, как меня это шептание, честно говоря, выводит из себя. Так, давайте сбегаем чуть-чуть назад. Тут довольно-таки близко позади у нас место, где можно вставить карту. Вот она. Хорошо. Что это нам дает? Подожди. Здесь что-то написано. Так, какую выбрать? А как я догадаюсь, какую выбрать? Интересный вопрос. Так, ну давайте. Вот эту выберем, что ли? Подожди. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что это нам дает? Так, ладно. Что-то с чем-то. Уже хорошо. Так. Как-то вот так, что ли? Да, навряд ли. Блин, мухи летают кругом. Что за бардак вообще? Что тут происходит? Какой бардак? Как-то вот так, наверное. Хрен поймешь. Так, продолжаем. С тем долгих, но не особо сложных вычислений. Мы сделали 8.5.1. Отлично. Какой-то код. Для чего-то он нам, видимо, пригодится в будущем. Это было совершенно не сложно. Это было просто подобрать нужно было. Это время занимало. Поэтому я решил вас не утруждать. Выключил запись, подобрал, да, собственно, двинули дальше. Так, что еще тут есть? Какая-то, надо сказать, натуральный бункер, дверь. Офигеть. Так, картины города, я так понимаю. Че, диджей? Короче, какая-то не особо важная для нас телега. Телеги прогоняет диджей Рикс. Да ладно, этот код, я думаю, пригодится в будущем. Но пока что мы двигаемся дальше. Там был у нас код позади в одном месте. Но сначала мы сходим сюда. Что-то, мне кажется, тут еще есть. Так, тут пикап. Стульчик нам не особо нужен. Чудная книжка. Опять же, какой-то непонятный шифр тут. Что же это нам даст в итоге? Ну ладно, запомним, что тут такое есть. Так, тут закрыто. Это женский туалет, похоже. Да. Здесь у нас... Патроны для пистолета. Раз так много патронов дают, может, походим с пистолетом? С огнестрелом-то я себя поувереннее чувствую. Сколько у нас патронов? 15. Маловато, конечно. Давайте лучше пока с этим. А уж как она сломается, будем стрелять по врагам. Тем больше враги тут такие пока не особо страшные. Ну, то есть, они, конечно, бьют больно, но... Может, можно. Картина упала. Зачем упала? Давайте-ка мы вот сюда сходим обратно. Там еще был путь в туалет. Вы же знаете, как я люблю в туалеты заходить в играх. Особенно в хоррорах. Так, и тупик, да? Это что было? Я не хочу смотреть назад в зеркало. Но я посмотрел. Что-то оно как-то подернулось, так что не особо хорошо. Так, ну, унитаз мы... Версия Мерфи. Ты знаешь больше, чем ты думаешь. Так, хорошо. Это кто был такой? Это, по-моему, был тот самый полицейский. Вертуха тюремный, который хорошо относился к Мерфи. Что-то у нас как-то довольно плохо себя ведет это зеркало, дергается все. V-Sync в нем вообще капитально отключен, как видите. То есть, изображение рвется. Я вообще надеюсь, что эту игру где-то через полгодика анонсируют на ПК. Чтобы народ поиграл. Но мне придется в такую, конечно, коцаную консольную версию играть. Вообще, V-Sync, то, что отключено, это, конечно, довольно сильно печалит. Вообще, графика в целом неплохая, но могла бы быть гораздо лучше. Ладно, меня после края эфир, конечно, вообще, в принципе, графика не особо волнует, потому что графика, на мой взгляд, далеко не самая важная в игре. Но вот когда такие вот навязчивые технические проблемы, это, конечно, довольно-таки плохо, на мой взгляд. Вообще, консоли нынешнего поколения уже изживают себя. то есть, тормозят, глючит. Ждем нового поколения консоли. Я вообще консоль люблю, как вы знаете. Так, где у нас тут была дверь с кодовым замком? Я что-то уже даже не помню. Опять я сегодня рассеянный. Ну, как и обычно. Так. Хорошо. Мне сказали, что... Не говорил уже? Нет сегодня. Сказали, что врагов желательно не добивать. Это может сказаться в целом на концовке плохо. Сюда, похоже, коляску тащили, да? Это все так же не работает. Это печально, на мой взгляд. Потому что меня этот вестибюль, надо сказать, беспокоит. Давайте посмотрим. Тут мы еще не были. Тут у нас все заложено. Так, а ты сейчас, похоже, вылезешь оттуда. Вообще, далеко не самый подходящий враг, чтобы с ним драться пистолетом. То есть он невидимый. Патроны только переводить. Так вот я еще не был. Но это вход. Хорошо. Чувствую я, что сейчас тут будет закрыто. Ой-ой-ой-ой. Тихо. Тихо. С мягким знаком. Нарядьте. Да сколько у вас с одной власти, я не пойму. И она шевелится. Так, еще одна. Ну вот, сломала мне кувалду. Да бей ты ее. Да не ее бей. Подожди. Я ее уронил, и та умерла, или она умерла от того, что я ударил? Я не совсем понимаю. Посмотрим, разберемся. Так, подожди. Открой дверь. Блин, что же такие проблемы с открыванием дверей в этой игре? Так, хорошо, что тут еще есть. Я могу как-нибудь целиться с этого оружия? Нет? Похоже, что нет. Блин, камера, пожалуйста, дайте я покрутить. Я понимаю, это следование истоком, но как же все-таки охота осмотреться иногда. Подожди, я тут был. Все понятно. Так, где у нас был кодовый замок? Я, честно говоря, не помню. Ага. Понятно. А обратно я зайти туда сейчас не смогу из-за тупой камеры. Верно? Не смогу. Смог. А в прошлый раз что-то не смог. Ладно, поднимаемся наверх, короче говоря, тут больше пока-что ничего хорошего не увидел. Так, короче, с этими манекенами в очередной раз подтверждают, что манекены это ничего хорошего. С манекенами нужно держать ухо востро. Так, тут у нас... Собственно, там я был, нет? Блин, я что-то... Ничего не... А, все, вспомнил. Так, код. Код у нас 851136. 851136. Спасибо. Очередная книжка. Очередной шифр в правом углу. Что же он дает? Совершенно непонятный какой-то неразборчивым почерком написанный. Блин, камера. Ты меня огорчаешь. Блин, двери, вы меня огорчаете. Так, что на картине? Дом шеперда. То есть, это дом пастуха, что ли? Да твою же дивизию. Так, как мне в тебя целиться? Хорошо. Блин, я хочу научиться целиться. Ага, все, понял. Так, ладно, добивать мы тебя не будем. Раз меня просили вас не добивать, то живи. Я надеюсь, ты не встанешь. Я надеюсь, я могу поднимать на верхний уровень. Сдохни, тварь. Что-то он говорил, я прослушал, потому что это дура прибежала. Ну как вот не добивать, да? Ну их нафиг. Что-то дверь не закрывается. Видимо, тетенька мешает. Тетенька, ты теперь не мешаешь? Теперь не мешает. Так, что-то он говорил про лестницу. А, если бы у меня была лестница, я мог бы забраться. А по этим ты не сможешь забраться? Сейчас разберемся. Давайте сначала осмотримся. Что это у нас? Номер телефона помогает одиноким и парочкам и парочкам с потерей ребенка. То есть потерявшим людям помогает. Потерявшим ребенка. Помощь психологу, я так понимаю. Поэтому телефон я туда не смогу позвонить? Нет. Так, хорошо, сохранение. И я думаю, это прекрасный момент, чтобы завершить эту серию. Тогда подлечись к Мерфи от этой весь в крови. Это тебе полегчало. Могу сказать, что вот здесь это уже стало чистокровным хоррором и последние две серии натурально. Местами было жидковато, особенно, когда вот эти манекены в первый раз я с ними встретился. На секунду душа ушла в пятки. Надеюсь, вы смотрите эти видео вечером, потому что днем это не расчухать совершенно. Надеюсь, вам нравится это прохождение. И вообще, надеюсь, что вам нравится этот канал. Ставьте лайки вверх. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok